Его называют самым активно развивающимся видом спорта на воде. Сабборд растекал гладь океана и вот приплыл к нам. Начало модному хобби положили скучающие серферы. В ожидании волны они развлекались как могли. В итоге к привычной доске добавилось весло. В переводе с английского stand up paddle board. Дословно это стой на доске и греби. Современный сабборд это надувное изделие, напоминает форму серфа, но уже высокотехнологичная. Там используются ПВХ материалы толстые, используются нейлоновые нити, чтобы удерживать форму. В комплекте с сабом всегда идет весло, плавник, шнур, соединяющий райдера с его доской и, конечно, насос. Все это компактно складывается, легко переносится и надувается уже на месте, где вы планируете заплыв. Дополнительно в этот набор можно включить еще и спасательный жилет, чтобы на воде чувствовать себя более уверенно. Саббординг сложно назвать экстремальным видом спорта. Плавают преимущественно на спокойной воде. А сама конструкция снаряда довольно устойчивая, так что на сапах можно передвигаться с детьми, собаками. Некоторые попутно даже рыбачат и занимаются йогой. Спокойный отдых и единение с природой обеспечены. Очень много впечатлений положительных, классных, потому что ты стоишь, балансируешься на ней, думаешь, сейчас вот-вот упадешь. Это непередаваемые ощущения. Можно плавать по озерам, по рекам и смотреть на красоту, на природу. А если погода позволяет, можно прямо с него, с середины озера, прямо нырнуть и искупаться. Поэтому сапсерфинг – это очень здорово, классно. Плавать можно группой с организаторами или же взять сап в аренду. В среднем это стоит полторы тысячи рублей в сутки. Если же новое увлечение перерастет в нечто большее и захочется приобрести личный снаряд, придется приготовить как минимум 30 тысяч рублей. Ну а локаций для катания предостаточно. Можно даже не выезжать за пределы города. Самая ближайшая точка – это озеро Семлянское, где мы сейчас находимся. Это черта города. Также я считаю, что наши реки Тура и Пышма очень подходят для сабординга, для изучения. Довольно дружелюбные, с небольшим течением. Если соблюдать все меры безопасности. Также озеро Андреевское, Мулыши, много маленьких речек. Можно изучить их все, отдохнуть от городской суеты и насладиться видами, открывающимися с водной глади. Осталось только дождаться хорошей погоды.